Что происходит вокруг Зоны 51? Этим вопросом задается каждый из чего вдруг больше миллиона человек бросились штурмовать защищенный военный объект в поисках инопланетян. Дыма без огня не бывает. И сейчас мы расскажем о причинах и вероятных последствиях мероприятия. Никакой мистики и теории заговора. Только сухие факты. Официальные встречи Сената США помыло настоящие задачи Зоны 51 и официальные столкновения ВВС с неопознанными объектами ждут вас ближайшие несколько минут сразу же после комментария о том верите ли вы что инопланетяне действительно посещали нашу планету потому что правительство США не то чтобы верить. Но как минимум не отрицает такой вероятности 19 июня этого года сенаторы штатов дружно получили приглашение на брифинг для обсуждения НЛО. Что интересно он прошел за закрытыми дверями. В условиях строжайшей секретности официально он был посвящен серии встреч пилотов ВВС США с неидентифицированными воздушными феноменами. Даже президент Дональд Трамп подтвердил что мельком он принимал участие в обсуждениях это мгновенно взметнуло активность Зоны 51 в соцсетях. Для тех кто не слишком хорошо знаком с историей поясним в 1955 году в пустыне посредине вода была построена секретная военная база. Даже сам факт ее существования официально не подтверждался аж до 2000-х годов. А учитывая что в 1947 году произошел знаменитый росвоинский инцидент люди стали считать что эту базу забабахали для изучения инопланетян. Якобы в розовый или их захватили запилили базу с тех пор занимаются изучением. И даже контактами с зелеными человечками само собой это опровергается буквально за несколько минут в гугл и в 2013 году США официально рассекретила документы и рассказала что в Зоне 51 тестируются новейшие военные самолеты собственно только это объясняет истерию вокруг увиденных в районе налог люди банально путали с ними секретные летательные средства более того названы даже модели среди которых Ю-2 Стелс и другие известные истребители ну а Роза Уэльский инцидент с 99 процентной вероятностью был вызван крушением зонда секретной программы Могол она отшлеживала ядерные испытания на территории СССР и весьма логично что простой фермер увидев упавшую вундервафлю принял ее за инопланетный корабль. Казалось бы на этом можно заканчивать и сворачиваться. Но они все так просто за кучей теорий заговора скрываются крупицы по настоящему интересных данных. Например недавний слив от газеты Нью-Йорк Таймс к ребятам попали не просто данные от пилотов а целое видео уточним речь идет не о желтой газетенке а об одном из крупнейших мировых изданий газета не занимается конспирологией а опирается на жесткие и проверенные факты один из них полное видео с борта самолета ВВС США на нем четко видно как пилот преследует весьма странный волчок это не атмосферный объект ребята вроде обмене поясняет что штука движется против ветра затем пилоты предполагают что это обычный дрон но логично приходит к выводу что гиперзвуковых дронов да еще и без видимых признаков двигателя еще они придумали все становится веселее когда посреди ролика штука начинает двигаться вокруг своей оси и профессиональные пилоты приходят в восторг но по-прежнему ни черта не понимают что это такое есть и второе видео с аналогичным объектом с более высокой точки обзора на нем видно насколько безумно быстро передвигается загадочная вундервафля нью-йорк таймс сопроводил это комментарием о том что подобные встречи по словам пилотов случались чуть ли не каждый день с лета 2014 года по март 2015 лейтенант райан грейвес пайлот супер хорнета свидетель таких встреч отчитывался о них пентагон и поделился созданием наблюдениями по его словам на подобных скоростях вундервафля летали по 12 часов в то время как ни одна земная вещь современного уровня технологии не способна делать это больше часа все тот же грейвес в 2014 году чуть не столкнулся с объектом и здесь мы в очередной раз напомним что это не выпуска нтв это нью-йорк таймс и официальное интервью с действующими пилотами уже они это способны отличить летающую и созданную руками вещь от чего угодно джозеф граде шер ответственные за общение с прессой ввс также прокомментировал ситуацию по его словам в некоторых случаях штуки оказывались коммерческими дронами но иногда им не хватало данных чтобы понять что перед ними все усугубляется еще одним видео с борта самолета ввс сша на этот раз 2004 года рядом с сан-диего сразу два истребителя столкнулись с чем-то необычным как видно из видео штука овальной формы диаметром в 20 метров просто висела над морем позже она летала на видео неплохую шумиху среди вояк командир того и f-18 дэвид фрейзер до сих пор не понимает с чем они столкнулись ибо таких дронов в 2004 году коммерческие организации уж точно позволить себе не могли в сша даже существовала официальная программа обнаружения и классификации неопознанных воздушных угроз в 2012 году и свернули однако все тот же нью-йорк таймс два года назад раскопал что на деле программу просто засекретили на нее до сих пор тратится 22 миллиона в год а офис располагается на пятом этаже кольца и пентагона конечно львиную долю этих самых объектов представляют собой дроны шпионы и высокотехнологичные разработки других стран но именно секретность открывает простор уфологам и и прочим мусору и получается что в горе фекалий с анну наками и контентом рэн тв теряются такие вот расследования авторитетных изданий которым можно доверять движение за штурм зоны 51 стало кривоватым но отражением воли людей требующих прозрачности секреты порождают теории и встречающиеся за закрытыми дверями на конференциях по и нло президенты и сенаторы сша подливают масло в агонии хоть организаторы на страницах фейсбука заявляют что это просто шутка и никто ничего штурмовать не будет в группе набралось достаточно людей с весьма серьезными намерениями и хоть сша официально предостерегает людей от попыток штурма а в январе даже застрелила одного желающего очевидно что с крупными скоплениями день такое не прокатит как уже упоминалось в зоне 51 вряд ли есть что-то связанное с инопланетянами но не исключено что вся шумиха заставит сильных мира сего поделиться другими более реальными и интересными данными ведь как вы поняли из нашей статьи их имеется более чем много и только вместе мы сможем задушить псевдо ученых и шарлатанов и подобраться к истине ведь она как известно где-то рядом до новых встреч друзья жест приветствия ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока